8.00 в столице. Это утро. Начинаем с новостей на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. Сильная метель и ветер стали основной причиной ограничения движения на автодорогах республики. К этому часу закрытыми остаются дороги для выезда из столицы в направлении Караганды, Экибастуза, Атбасара и Щучинска для всех видов транспортных средств. На 10 тенге выросла стоимость акцизов на бензин в Казахстане. Если раньше в каждый литр топлива закладывали 8 тенге, то сейчас это 18 тенге акцизной ставки. Как данный рост повлияет на розничную торговлю в стране и почему правительство было вынуждено пойти на такие меры – все подробности в следующем материале. Новость о том, что стоимость акцизов на бензин будет расти, обсуждают с осени. Автолюбители понимают, что подорожание топлива неизбежно. Более того, параллельно будут расти цены на товары и продукты питания, считают казахстанцы. Все время езжу на транспорте. Нас не радует, как пенсионеров, то, что пенсии приподняли нам немножко, но тем временем на ГСМ поднимают, несмотря на то, что имеются свои заводы уже производители. Но акцизы тем не менее поднимают. Нас это больно не радует, потому что много приходится на транспорте ездить, на автобусах не пользуемся, но как с супругой, с детьми, с внуками, по больницам везде надо ездить, в магазин. В правительстве называют несколько причин изменения ставки акцизов на бензин и дистопливо. Глава Министерства национальной экономики опасается дефицита топлива в приграничных районах. В России бензин дороже на 100, в Кыргызстане на 80 тенге. Жителям этих государств выгодно покупать топливо в Казахстане в больших объемах, говорит министр. Я считаю, что надо комплексно подходить. Двухкратный рост не укладывается ни у кого в голове, конечно. Наверное, это соразмерно доходы? Конечно, все должно быть соразмерно доходов. Одна из главных причин роста цен – в стране увеличились расходы на социальные выплаты, и теперь эти затраты нужно восполнять. Именно об этом чаще всего говорят чиновники. По их словам, повышение акцизов необходимо для пополнения бюджета. Эта мера поможет собрать более 50 миллиардов тенге. Деньги в том числе пойдут на социальную сферу и выплаты АСП. С 1 января 2020 года ставка будет составлять 24 435 тенге. Производитель сумму акцизов включит свою реализацию. И если в данный момент на литр бензина приходит 7,6 тенге, то с 2020 года на литр бензина ожидается 17,8 тенге за литр. У экспертов на этот счет свое мнение. Экономисты считают, что сравнивать цены с соседними странами совсем не обязательно. Я не уверен, что инициаторы поступают с точки зрения экономической эффективности нашей страны. И не совсем уверен в чистоплотности их взглядов. Мне кажется, что это регулируемый вопрос и без всяких акцизов. Зачем? Если сейчас поднимем цены. Цены имеют свойство обратно-назад не возвращаться. Бензин подорожает, тогда уже точно не остановишься цены и на хлеб, и на мясо, и на другое. Рост цен на бензин спровоцирует рост цен буквально на все. В Министерстве национальной экономики это утверждение не опровергают. Эксперты ведомства посчитали, что увеличение стоимости топлива на 10 тенге вызовет инфляцию в размере 0,35%. За год в специализированный ЦОН Уральска от жителей поступило 100 тысяч заявлений. Из них почти 70 тысяч касаются постановки на учет автомобиля. Оставшиеся 30 тысяч – получение водительского удостоверения. Согласно новым правилам, теоретические знания начинающие водители получают в специально оборудованном классе. Посторонним в соответствии с новыми требованиями вход запрещен. В зале на 15 посадочных мест ежедневно сдают экзамены порядка 100 человек. Только 20 из них получат допуск во второй тур. На автодроме они будут демонстрировать навыки вождения. Весь экзаменационный процесс контролирует автоматизированная система. К слову, с начала года на дорогах области зарегистрировали 338 ДТП, в которых погибли 114 человек. Экзамены теоретические и практические можно сдавать ежедневно. Если раньше в правилах было три попытки кандидатов водителей, то сейчас уже количество неограничено. Они могут приходить каждый день. Вот если сегодня теорию не прошел, он может прийти завтра. А те граждане, которые лишены водительских прав, они приходят через день. Достаточно сложный автодром, но пройти можно. Автошколы, наверное, должны увеличить количество часов вождения самих курсантов. Для чего это? Для того, чтобы получить эти навыки, то есть тех 8, 10 или 5 занятий, это недостаточно. Я издающих всего в четвертый раз у меня получилось сдать. Тест я сдал на второй раз, а вот само вождение было достаточно сложно. И без определенных тренировок это невозможно. Уже в этом месяце студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры, обучающиеся на гранте, получат повышенную стипендию. Увеличить ее на 25% поручил президент Касымжумар Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи. Камила Тастанбекова узнала, на что студентам хватает стипендии. Этот зал судебных заседаний отличается от тем, что вершат правосудие здесь студенты. Фемиду они тоже избрали сами. Строгая, беспристрастная, эрудированная. А Ружан Мамит Талиева следит за тем, чтобы ни один студент не мог испортить репутацию вуза своим недостойным поведением. За всю мою деятельность судом чести было рассмотрено 25 дел. Они касались именно правонарушения в стенах университета. Одним из самых распространенных является, например, нанесение какого-нибудь материального ущерба университету. Был один случай, когда студент появился в состоянии алкогольного опьянения. Это очень строгое нарушение в нашем университете. То есть этот студент был уже отчислен. Работа председателем суда чести возлагает на Ружан высокую ответственность, ее поведение и успеваемость под пристальным вниманием студентов. И у девушки получается быть примером для других. Вот уже четвертый год она учится на госгранте по специальности «Право и правоохранительная деятельность». На самом деле обучаться на гранте нелегко, на любом виде гранта, потому что ты чувствуешь определенную ответственность и постоянно должен соответствовать определенному GPA. Помимо этого, если ты хочешь получать стипендию, естественно, ты должен держать планку выше. Я стараюсь не зависеть от своих родителей и быть самостоятельной. Соответствовать своей планке Ружан помогает стипендией подработка помощником юриста. В сумме получается около 80 тысяч тенге. А с этого месяца доход студентки станет выше. С нового года по поручению президента стипендию бакалаврам, магистрам и докторантам повысили на 25%. На закрытии года молодежи президент поручил поднять стипендию на 25%. Мы вносим изменения в необходимые нормативно-правовые акты. И в конце января студенты уже будут получать повышенную стипендию. Студентам колледжей также с января повысили стипендию. Они будут получать 20 948 тенге вместо 16 тысяч. В целом повышенную стипендию в январе уже должны получить 233 тысячи человек. Для бакалавров она составит чуть больше 26 тысяч тенге. Для магистрантов почти 67 тысяч. А докторанты получат больше 100 тысяч тенге. Как минимум это будет подталкивать студента хорошо учиться, чтобы ему давали стипендию, потому что стипендия повышена. А во-вторых, это не так уж и много для государства. Обычно это 20 тысяч, если не ошибаюсь. Если ее повысить, это будет хорошо. Именно для студентов это, во-первых, мотивация. А во-вторых, это уменьшает расходы родителей. Оружан солидарна с мнением других студентов. Эти лишние 4-5 тысяч тебе на баланс, либо на транспорт тот же. Для студента деньги лишними не бывают, я так думаю. Потому что пока мы не выпустимся, каждая копейка нам дорога. Ну, я так считаю. Чтобы сохранить стипендию государственного гранта, необходимо всегда, чтобы результаты итоговых экзаменов, вообще за каждый семестр, были либо 4, либо 5. Возможно, повышение стипендий и увеличит стремление студентов получать только четверки и пятерки. Но еще лучше, если мотивацией станет желание быть высокообразованным человеком. Камила Тастамбекова, Арман Акшабаев, Нургали, Мамурбаев, Хабар, 24. Почти 20 тысяч семей в октябре получили в прошлом году адресную социальную помощь на сумму 10 миллиардов 600 миллионов тенге. Почти 500 семей были вынуждены вернуть государству 41 миллион тенге, так как их реальные доходы оказались выше заявленных. Чтобы избежать ежедневенческих настроений среди населений с нового года, в республике ввели новый формат начисления АСП. О том, как изменятся условия для выплаты адресной соцпомощи, рассказали специалисты Управления координации занятостей и социальных программ. Все подробности в материале Натальи Сальковой. Елена Кондыба одна воспитывает троих детей. Старшая дочь учится в колледже, двое сыновей – школьники. Женщина работает на автомойке и зарабатывает чуть больше 40 тысяч тенге в месяц. С мая прошлого года, после того, как Елена обратилась в органы занятости для начисления адресной социальной помощи, доход семьи увеличился на 70 тысяч. Говорит, что это ощутимая поддержка со стороны государства. На такую же помощь она надеется и в этом году. Так более-менее нормально сейчас, полегче чуть-чуть. Детей одевала, школу, продукты коммунальные. Чтобы поддержка нуждающихся семей была адресной и действенной, формат начисления и выплаты АСП в этом году изменили. Если раньше платили около 21 тысячи тенге в месяц на каждого ребенка, то теперь размер выплат будет составлять разницу между чертой бедности и среднедушевым доходом на каждого члена семьи. Кроме того, специалисты, как и прежде, будут подыскивать вакансии для трудоспособных членов семей, получающих пособия. Если в 2019 году трудоспособный член семьи отказался от активных мер занятости, назначался детям и женщине по уходу за ребенком, то есть нетрудоспособным, а с 1 января 2020 года отказ будет идти всей семье. В текущем году вводится еще один вид помощи для получателей адресной социальной помощи. Это гарантированный социальный пакет для детей от года до 6 лет и с 6 до 18 лет. Дети из малообеспеченных семей будут обеспечиваться школьной формой, учебными принадлежностями, одноразовым горячим питанием в школе. Гарантированный социальный пакет предусматривает и возмещение 50% затрат на проезд в общественном транспорте. Гарантированный социальный пакет, он фиксированный, социальный пакет на каждого ребенка по 4707 деньги будет оказываться ежемесячно, а гигиен средства на каждого ребенка от 1 до 6 лет в сумме 1757 деньги будет оказываться ежеквартально. А вот помогать многодетным будут независимо от их доходов. Семьям, воспитывающим 4 и более детей, будут выплачивать государственное пособие. Его размер зависит от количества детей, составляет от 42,5 тысяч до 73 тысяч деньги. В Индонезии из-за наводнения погибли 29 человек. Ранее было известно о 21 погибшем. Сильные дожди льют с Нового года. Многие реки вышли из берегов. Тысячи людей эвакуировали. Большая вода вызвала оползни в окрестностях Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров. По всей столице затоплены дома и здания. Нарушено городское транспортное и электроснабжение. Сейчас в эвакуации пострадавших участвуют 120 тысяч спасателей. В Индии начали производить биоразлагаемую обувь. Так в стране пытаются защитить природу. С виду кроссовки выглядят вполне обычными. Их не отличить от привычной обуви. Но они сделаны с использованием органических материалов и способны быстро разлагаться. Производством обуви занимаются в городе Панчкула. Обычные изделия разлагаются от 50 до 200 лет, а обувь индийской фабрики разлагается быстрее. Верхняя часть за 3-4 месяца, а подошва за 5 лет. Мы делаем обувь, которая на 82% состоит из растительных компонентов. Мы используем эвкалипт, сахарный тростник и клещевину. Также перерабатываем рисовые и пшеничные отруби. В Белграде усилились антимигрантские настроения. Некоторые районы сербской столицы в буквальном смысле разделены на коренных и приезжих. Если раньше по ту сторону закона чаще находились гости, то в последний месяц за камни, палки и дубинки берутся местные жители. Так они якобы защищают свои дома. Некоторые сербы видят корень преступности в мигрантах с востока. Они живут на улицах, перебиваются случайными заработками и мечтают нелегально сбежать в Венгрию или в Евросоюз. В конечном счете почти все мигранты приезжают в Белград. В Белград именно с этой целью. Из-за чего же местные решились на настоящие налеты на лагеря нелегалов и как себя защищают приезжие, материал Александра Гресс. Несколько месяцев назад в центре Белграда произошли события, положившие начало антимигрантскому бунту. Двое приезжих из Афганистана после словесной перепалки с одним из местных жителей схватились за ножи. Итог – погибший 18-летний парень с несколькими колото-резанными ранами. Его убийца, который нанес роковой удар, 15 лет. После таких новостей тысячи сербов стали опасаться за свои жизни. Последние годы для столицы нормальная картина, когда группы мигрантов с востока по ночам совершают налеты на магазины или дома. Люди просят защитить их от криминалитета полицию, однако та не успевает за каждым гостем. Одного вышлишь, 10 приедут обратно. Холодная война между местными и приезжими получила свое продолжение. На днях в окрестностях Белграда были разрушены и сожжены 4 лагеря мигрантов. Несколько человек с сильными ожогами оказались в больнице. В полиции опасаются, что незваные гости могут еще жестче ответить на агрессию. Но надежда есть. Мигранты из числа взрослых выступают за мирное разрешение конфликта. Я приехал из Афганистана несколько месяцев назад, пока не ощутил на себе ненависти со стороны сербов. Вполне приветливые и отзывчивые. Но я понимаю, что нахожусь в гостях. И если у меня будут проблемы с законом, с полицией, это будут только мои проблемы. И я не должен втягивать в них сербов. У меня нет цели ночевать на улице. Я хочу начать новую жизнь и стараюсь всех своих знакомых убедить в этом же. По официальным данным, в Белграде сегодня проживает более 30 тысяч мигрантов. Неофициально, в разы больше. В столице работает несколько приютов для приезжих. Однако далеко не все гости мечтают туда попасть. Большинство нелегалов рассматривает Сербию как транзитное государство по пути в Евросоюз через границы Венгрии. Пока в Белграде надеются погасить агрессию со стороны местных. После чего, по заявлениям мэрии, будет прорабатываться законопроект об усовершенствовании миграционной политики. Александр Гресс, Дмитрий Лукши и Драгон Лука. Хабар 24. Сербия. Египет сменит имидж дешевого пляжного направления. Такую позицию озвучили в новом министерстве туризма. Накануне его объединили с министерством древностей. Именно культурный туризм в расчете на гостей из Китая, Японии, США и других стран обещает Египту больший доход, нежели пряжные туры. Как считают наблюдатели, государство прочно закрепило за собой ярлык дешевого пляжного курорта. Как египтяне намерены от него избавляться – в следующем материале. Большая реформа министерства Египта оказалась не новинкой, а скорее возвратом к истокам. Туристическое ведомство объединили с министерством древности, как это было более 50 лет назад. Теперь новая старая структура называется министерство древности и туризма. Впрочем, туризм в этом тандеме ведущим направлением явно не является. Об этом говорит и назначение на пост главы ведомства Халеда Аль-Анани, который до этого возглавлял министерство древности Египта. Выдвижение Аль-Анани на первой роли связано с реализацией крупных археологических проектов, поддерживаемых государством, а также продвижением Египта в мировые массы с точки зрения культурно-исторического наследия. Был проведен опрос социологическими службами среди населения европейских стран. У людей спрашивали, с чем у вас ассоциируется Египет. 83% ответили – пляжи, гостиницы и море. Это прекрасно, но Египет богатейшая с точки зрения культурного наследия страна, а мир об этом забыл. Наши памятники уникальны, и об этом следует напомнить. Создание нового министерства может привести к пересмотру существующих договоренностей с международными туроператорами. По заявлениям чиновника ведомства, на фоне восстановления иностранного турпотока и роста доходов от туризма, египетская сторона может отказаться от субсидирования авиарейсов по курортным направлениям. Кроме того, в ведомстве собираются навести порядок в основных городах и достопримечательностях страны, а также отремонтировать дороги между Асуаном и Луксором, сделав подъезды к ним удобными и доступными. Нужно обратить внимание на открытие Великого Египетского музея, которое состоится в конце 2020 года. Составлением коллекции занимались лучшие специалисты и историки страны. Новые археологические достопримечательности появятся также в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Все это позволит развивать в стране классический туризм. Точная программа по работе над общенациональной сменой имиджа будет представлена в парламент в конце января. До этого времени новое министерство должно посчитать и смету, требуемую на модернизацию туризма в стране. По нынешним заявлениям парламентариев, деньги явно не станут преградой. Центробанки дали понять, что для возвращения Египту былой популярности не пожалеют никаких денег. Дмитрий Лукша, Светлана Абрахмит и Гурам Чехлаш, Хабар-24, Египет. И к этой минуте все. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok